В жизни каждого человека наступает момент, когда семейная поездка в отпуск воспринимается с раздражением. К теще на дачу тем более. Хочется чего-то новенького, чего-то яркого, чтобы запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Такие места действительно есть. Достаточно побывать однажды, воспоминаний хватит надолго. Вспоминать придется с содроганием в душе, а может с заиканием голосе. И уж точно с мурашками по коже, теперь обо всем по порядку. Содержит целую подборку кошмарных экспонатов. Все, что связано с болезнями и уродствами. На любой вкус. Тела погибших младенцев, жертвы несчастных случаев, конечности, отделенные от владельцев насильственным способом. Прижизненные опухоли и генетические аномалии, на закуску представлена мумия серийного маньяка, видимо в назидании и с расчетом уберечь других от повторения его ужасных злодеяний. Тунис запускает туризм и ждет российских туристов. Подробности правительственного плана недалеко от литовского города Шауляи существует достопримечательность, напоминающая заброшенное кладбище. По легенде, у местного крестьянина серьезно заболела дочь. Старик не мог вынести мук любимого чада, лекари разводили руками. Тогда мужчина взмолился богу, отнес крест на холм, оставил его там. Вскоре девочка исцелилась, о чем стало известно в округе. Паломническая река тотчас потекла на гору. Количество крестов на горе превысило все разумные пределы. Со стороны смотрится жутковато. Абхазия решила убить свой туризм, вновь отложив допуск российских туристов, согласно древней легенде, здешние места чем-то не понравились проезжавшей мимо ведьме. Старуха оказалась злопамятной и спустя некоторое время прокляла воды реки, превратив их в зыбучую трясину. По другой версии, ведьму поймали в этих краях и придали суровому наказанию, но старуха успела пробормотать страшное заклинание. С тех пор болота кишат аллигаторами и время от времени по берегам обнаруживают изувеченные трупы людей. По ночам из воды вырываются нечеловеческие вопли, полные мольбы и отчаяния. Впрочем, туристов печальные факты нисколько не отпугивают, даже наоборот. Желающих лично увидеть и услышать происходящее с каждым годом только прибавляется. Из Парижа в Бородино, четыре самых интересных для туристов места битв Наполеона под таким названием объединяются несколько улочек в Старом Эдинбурге. Когда-то здесь были брошены на погибель тысячи человек. Многих не убивали, а просто оставляли умирать, как например, в период чумы в 17 веке. Существует легенда, по которой в тупике поселился призрак умершей девочки, душа которой так и не обрела покоя, жить в местных домах желающих не было, зато выстроенный музей туристы посещают с большой охотой. Причем многим во время экскурсий становится не по себе, особенно когда появляется необъяснимое присутствие чего-то потустороннего. Или когда холодные, пахнущие плесенью пальцы вдруг касаются шеи сзади. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.